Для начала давайте оценим видео лайком, это докажет, что у Мажора огромная армия преданных фанатов и для них стоит снять 4 сезон. Сегодня поговорим о идеальном сюжете для 4 сезона сериала Мажор. Такое развитие событий хотело бы видеть большинство поклонников, но ему скорее всего не бывать, и в конце я вам расскажу почему. Итак, идеальный сюжет для 4 сезона Мажора. Вика и Игорь выжили, они получили незначительные ранения, пуля не задела жизненно важные органы. После пары дней в больнице, где они лежат в совместной палате, и это больше похоже на отдых, чем на лечение, их выписывают домой. Дочь Вики постоянно рядом с ними, более того Вика кормит кроху грудью, так как пуля прошла ниже. После таких тяжелых испытаний они наконец-то осознали, что тяжело бороться со своими чувствами и не могут жить друг без друга. Вернувшись домой у них царит любовь и гармония, они вместе воспитывают дочь, Игорь относится к ней как к своей. А нет, стоп. После случайных анализов на проверки, у крохи, выясняется, что это ребенок Игоря. Его счастью просто нет с предела. Сам же Мажор сейчас по уши в работе, он продолжает работать в полиции, где роют материалы о банде, которая покрывала Фишера, Вика конечно против этого всего. Но зная характер Соколовского она понимает, что остановить его не сможет. Он спешит домой, так как там его ждет любящая жена и маленькая дочь, с которой он очень любит играть и гулять. Также он управляет своей финансовой фирмой, где хорошо преуспел и очень хорошо зарабатывает. Опять стоп, откуда фирма? Катя, после смерти Фишера, переоформила все активы на себя. У них была очная встреча с Игорем, где он сказал, что простил ее, но предупредил, что и дальше будет заниматься расследованием в этом направлении. И если она попадется, то он без обдумывания посадит ее. После этого она перевела все активы фирмы за границу и уехала в неизвестном направлении. А Игорь нашел папку с документами, где указывалось, что филиал фирмы, которой владел ее отец теперь его. Вот так вот он и получил фирму обратно. Виктория сидит дома в декрете, но ей постоянно хочется делать больше. Поэтому она постоянно навещает Игоря то в участке, то на фирме. На что Соколовский частенько злится, но он все прощает своей любящей жене. Так поподробнее, почему жене? Чуть не забыл упомянуть об этом. Они сыграли прекрасную свадьбу, куда были приглашены все их друзья. Предлагаю представить такую картину. Вика, все в белом, у алтаря. Игорь держит ее за руку, нарядный в костюме. В стороне держит их дочь. Камера медленно отдаляется на верхние ложи церковки, где они женятся, а там угадайте кто. Правильно, Катя. Она пару секунд смотрит эту картину издалека, так чтоб ее никто не увидел. Подымает бокал шампанского и говорит слова. Счастливые семейные жизни. Игоречек. Разворачивается и уходит. Потом конец бракосочетания, заветное, да, сказанное молодоженами и веселое празднование. Хеппи энд. Самый счастливый конец. А теперь, как и обещал, расскажу, почему такого конца скорее всего не будет. Во-первых, это остросюжетный сериал, а так он больше похож на мелодраму. Во-вторых, зрители любят интригу, задор, напряжение. Так как сюжет делается именно для зрителя, то и жизнь героев должна быть более насыщена. Но мы уже довольно насмотрелись на страдания и Игоря Вики, и можем позволить представить себе такое развитие сюжета. Повторяем, это лишь наши домыслы и предсказания. Всем спасибо за просмотр, для вас старался предсказатель. Смотрите много интересных видео по сериалах и фильмах на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok